Сегодня наш вебинар подсвечен программному обеспечению фирмы KPEA и возможности этого программного обеспечения. План вебинара следующий. Сначала мы поговорим буквально пару слов о самой компании KPEA, потом рассмотрим основной продукт компании KPEA, это OPC-сервер, потом рассмотрим дополнительные программные модули, такие как LinkMaster, RedundancyMaster и ClientTase. Потом покажу краткий пример работы с KPEA-сервером и с LinkMaster, для того, чтобы вы поняли, как это довольно просто с этим работать. Немного о компании KPEA. Компания KPEA существует с 1995 года и занимается разработкой различных драйверов связи, как для связи с ПЛК, так и с различными другими и программами, и оборудованием. Обладает уникальным опытом разработки, часто используется как ОИМ-решение, предлагает более 150 протоколов связи и соответствует передаче данных стандартам OPC Foundation. Компания KPEA одобрена различными промышленными лидерами и работает с такими компаниями, как Automation Direct, Rockwell Automation, WonderWire, Software Toolbox. И она одобрена и работает довольно успешно. Теперь об основном продукте компании KPEA. Это KPEA-сервер EX, это OPC-сервер, который содержит в себе более сотни драйверов для связи с различными устройствами. А получаемые данные от устройств по этим драйверам, он может передавать в различных форматах, такие как различные форматы OPC, как OPC-DA, AE, OPC-UA. Также может передавать по различным другим протоколам, например, по FAS-DDE и SuiteLink для ВНДВ. Также может работать с базами данных типа ODB-C. KPEA-сервер позволяет собрать данные с различных устройств по различным протоколам связи и передать их на верхний уровень. На верхнем уровне может находиться как SCADA, так и облачное решение, так и база данных. Протоколы могут быть как для приема контроллеров и с различного оборудования, так и для передачи наверх. Они могут быть различными. KPEA-сервер позволяет собрать данные и передать по протоколам как по открытым стандартам, так и по пользовательским интерфейсам либо по собственным интерфейсам различным поставщикам. Причем он передавать по этим стандартам может одновременно. То есть какому-то поставщику передавать данные по OPC-DA, какому-то по OPC-UA. Если наверху стоит, например, Microsoft Excel таблица, он туда будет передавать по ODB-DE. Также он может работать с производителями интерфейсами, такие как Neo, WonderWire, по протоколу SuiteLink. И он для себя позволяет. Это единая серверная платформа, которая обладает различными функциями диагностики, которая позволяет собрать данные с различных устройств, передать их на верхний уровень. При этом можно уменьшить сетевой трафик при помощи различных расписаний и других настроек. Также возможна автоматическая интеграция базы данных тегов. Кипсири работает по принципу plug-and-play, то есть подключи и работы. Настройка производится довольно легко, что потом уже в конце на примере я покажу. При этом теги можно добавлять на лету. То есть функции конфигурирования и рабочий цикл, они разнесены. И в любое время можно добавить любой канал, новый канал, либо в существующий канал добавить тег. Также, в принципе, при необходимости для увеличения либо пропускной способности, либо когда линии связи обладают малой пропускной способностью и надо разделять потоки именно по времени, все это тоже можно сделать в кипсервере. Кипсервер позволяет лицензировать не только отдельные драйвера, но у них существуют специальные наборы для лицензирования. И они ориентировались на различные отрасли промышленности, например, для автоматизации зданий и сооружений, или для различных производств. Например, в Монфактуринге PCSR-SU включают более сотни различных драйверов, такие как драйвера для связи с контролем Алан Брэдли, Амрон, Модбас, Сименс, Йокагава и еще несколько таких драйверов. Более подробный список, что входит в конкретный набор, можно узнать либо на нашем сайте, либо задав вопрос письменно, либо по телефону. Также у него существуют дополнительные программные модули. Один из таких, например, это расширенный тег, который позволяет либо внутри OPC сервера кипвары сделать пересылку данных с одного канала на другой, либо осуществить с ним какие-нибудь математические функции, как сложение, умножение, вычисление квадратного корня. Можно также работать не только со значениями тегов, но и с их качеством. Например, можно при суммировании двух тегов взять также отдельно качество этих тегов, и если хоть качество одного из тегов будет bad, то можно выдать куда-нибудь булевую информацию об этом. Другой дополнительный программный модуль – это Alarms and Events. Он позволяет управлять тревогами и событиями, и, соответственно, передавать данные уже на верхний уровень по протоколу OPC-AE, который предназначен для работы с тревогами и событиями. Приложение DataLogger позволяет все данные, которые получает кипсервер от различных устройств по своим драйверам, передавать в различные ODBC-подобные базы данных. Настраивается это довольно легко. Модуль экспорта данных EFM позволяет работать с различными вычислителями расхода и передавать их данные уже в общих отраслевых форматах, такие как Local и Pegas, а также можно в пользовательском формате в виде таблицы CSV. Industrial Data Forwarder – еще один модуль, который позволяет все данные, которые получает кипсервер, передавать уже непосредственно в ланг-платформу. LocalHistoriumPlugin позволяет хранить историю. Он хранит историю в своей внутренней базе данных. Он позволяет ее собирать, хранить и выдавать непосредственно клиенту по протоколу OPC-HDA. Это OPC-шный протокол для исторических данных. Приложение SNMP-агент позволяет для IT-инфраструктуры выдавать информацию от различных устройств по протоколу SNMP на верхний уровень. Опция Security Policy – это дополнительная защита от несанкционированного доступа. Позволяет разграничить различные права для различных как клиентов, так и различных каналов и устройств. Плагин расписания позволяет при необходимости разделить временные интервалы запросов, либо в какой-то момент даже запретить запросы по какому-то каналу, если они будут забивать историю, а устройство в данный момент отключено. Расписание может быть как по дням недели, так и по каким-то временным интервалам. Можно в какие-то временные интервалы увеличить, скорость опросов какие-то уменьшить. EOTech Gateway появился плагин не так давно. Он позволяет передать все данные, которые получил кипсервер в облачные технологии по протоколам QT, REST или ThingWorx. И, соответственно, что можно использовать для бизнес-анализа и различных других функций. Также при помощи кипсервера можно реализовать туннелирование. Для этого не нужен дополнительный плагин, просто используется набор драйверов OPC Connected Suite. OPC Connected Suite – это набор, состоящий из трех драйверов. OPC DA клиент, OPC UA клиент и OPC XML DA клиент. Настраивается туннелирование довольно просто. Справа показано туннелирование. Для того, чтобы настроить туннелирование, OPC Connected Suite поставить только на сторону клиента. На стороне сервера будут задействованы драйвера другие, например, Modbus, Сименовский драйвер. И он будет передавать данные по OPC UA. На стороне клиента просто устанавливать драйвер OPC Connected Suite, подключается по OPC UA клиент, и данные дальше уже наверх передаются по любому протоколу, как OPC DA, MQTT или REST протокол. Чтобы это настроить, достаточно сделать четыре простых шага. На стороне сервера сгенерировать сертификат сервера OPC UA и импортировать его на стороне клиента в доверенные сервера. Также на стороне клиента сделать сертификат доверенного клиента и импортировать его в доверенные клиенты, импортировать его в OPC сервер, где он выступает в роли сервера. И все, и туннелирование закончено. Теперь поговорим о дополнительных программных модулях. Программный модуль LinkMaster позволяет получать данные с различных OPC серверов, не только с OPC сервера Kepar, а с любых OPC серверов, работающих на протоколе OPC DA, и либо масштабировав передать в тот же OPC сервер, либо в любой другой OPC сервер. Можно размножить данные между несколькими OPC серверами, можно собрать данные с нескольких OPC серверов и передать в один клиент. Также LinkMaster поддерживает функцию резервирования. Вот примеры использования. Например, OPC серверный коллектор или шлюз. Он собирает данные с трех серверов и по одному каналу передает в OPC клиент. Также его можно использовать как мост между серверами различных фирм. Например, в данной ситуации получает данные с контроллера Siemens на Kepserver. При помощи LinkMaster передает его на OPC сервер стороннюю фирму-производителю. Reddannancy Master. Reddannancy Master предназначен для повышения надежности работы OPC серверов, для резервирования нескольких пар OPC серверов. При сбое одного OPC сервера Reddannancy Master автоматом переключается на другой OPC сервер, который у него записан, и получает данные уже с него. Возможны различные настройки. Три типа резервирования. Холодное, теплое и горячее. Например, при холодном резервировании работает активен только один OPC сервер, а второй выключен. В момент выхода из строя основного OPC сервера выдает сигнал на включение дополнительного OPC сервера, и данные начинают приходить с него. При горячем резервировании два OPC сервера, основной и резервный, они работают одновременно, параллельно друг к другу, но данные приходят только с основного OPC сервера. При выходе из строя данные тут же начинают приходить с резервного OPC сервера. Вот, например, примеры соединения. Это пример с локальной резервной машины. То есть у нас есть три контроллера, с которых приходят данные на основной OPC сервер и резервный. Где резервный установлен Redundance Master, который соединяется с серверами. Либо вариант считается более правильным, когда Redundance Master не устанавливается на тех же ПК, где стоит OPC сервер, а устанавливается на ПК, где стоят уже OPC клиенты. И, соответственно, OPC клиенты подключаются к Redundance Master и передают данные с основного OPC сервера. Если основной OPC сервер выходит из строя, то данные тут же начинают приходить с резервного OPC сервера. Также возможно, что Redundance Master может одновременно резервировать не одну пару серверов, а несколько. На примере это показано, что тут две резервируемые пары OPC серверов. И каждый резервируется отдельным Redundance Master, но каждый Redundance Master резервирует обе пары серверов. Также есть приложение ClientAce, которое позволяет при помощи Visual BasicNet или C Sharp вставить различные приложения ОPC клиента в различные программы и приложения. Либо написать свой клиент, используя те же языки Visual BasicNet и C Sharp. Довольно просто в управлении. Теперь рассмотрим примеры работы с PO-кип-вара. Запускаем кипсервер конфигурейшн. Для того, чтобы создать канал. Создаем канал, выбираем необходимый драйвер. Как видите, список драйверов довольно существенен. Выбираем один из самых популярных драйверов на нынешнее время, это Modbus TCP. Дальше все настройки оставляем по умолчанию. При необходимости их можно задавать сразу, либо менять уже в процессе работы. После того, как создали канал, создаем устройство. Все настройки также оставляем по умолчанию, кроме IP-адреса устройства и его ID. По данному адресу находится контроллер SCADAPAC, с которым мы будем считывать регистр. Все остальные настройки оставляем по умолчанию. При необходимости их потом можно будет изменить. После этого добавляем тег. Назовем его именно тег. Адрес вводится здесь. Всегда в каждом драйвере устройства есть подсказка, какие типы адресов, с каким типом данных можно ввести. Как видите, довольно большой формат. Например, с тех же холдинг-регистров можно напрямую забирать не просто сразу весь холдинг-регистр, а забирать отдельные биты. Мы используем простой Word. И указан диапазон адресов, которые можно запрашивать. Мы запрашиваем седьмой адрес холдинг-регистр. Сразу через QuickClient мы проверим, приходят данные или нет. Как видите, данные приходят. Довольно просто. QuickClient, когда он запускается из KeepServer Configuration, он автоматом конфигурирует все, что в данный момент создано в KeepServer. Как теги, которые мы создали, так и служебные теги, и различные системные. У нас есть второй контроль. Для его создания не обязательно создавать новый канал сразу. Можно скопировать существующий, если канал соответствует тоже, и вставить. Он когда вставляется, нам требуется только сменить IP-адрес устройства. И все. И вот у нас одно устройство приходят данные, вот со второго устройства тоже приходят данные. Как видите, они немного отличаются. Для того, чтобы каждый раз не добавлять куда-то отдельный тег, чтобы их можно было видеть вместе, и воспользуемся advanced тегами, дополнительными тегами. Но для того, чтобы с ними работать, создадим все-таки новый канал и используем драйвер-симулятор. Драйвер-симулятор – это бесплатный драйвер, который можно использовать так. Он позволяет симулировать различные данные. Поэтому все настройки у него оставляем по умолчанию. И создаем теги. Тег 1. С адресом k1k означает константа. То есть какое-то данное туда запишем, там он и будет. Копируем. Вставляем, создаем второй такой же тег и меняем у него только адрес. Для того, чтобы сюда записать какие-то данные, воспользуемся advanced тег. Добавляем сюда новый тег по типу ссылка. Вводим ему имя, что это ссылка 1. Выбираем из существующего, то PC-серия открывается наша, что у нас будет входным данными. И выбираем, куда эти данные надо записать. Записываем их в тег 1. Это достаточно. Дальше можно настройки, что это работает по триггеру, либо по времени. Мы оставляем работу по времени. Создаем вторую ссылку. Также копированием. Так как у нас в названии входных данных отличается только номер канала, так как мы оставили значение по умолчанию, и тег у нас отличается тоже только цифрой, то достаточно сделать такие изменения, применить их. И готово. Теперь можем посмотреть эти данные уже в одном месте. Автоматом они сюда приходят. Закрываем. Создадим еще одну переменную. Назовем ее math. Математическая будет. Тоже будет константа. Ну, формат у нее уже выберем float. После этого создаем математический тег. Он тут называется derivet. Создаем ему, задаем имя. Имя задавать обязательно. После этого выбираем, что именно мы будем использовать в выражении, какие теги. Возьмем, например, тег от первого устройства напрямую, от второго устройства. Перемножим их между собой. И из полученного произведения извлечем квадратный корень. Все варианты, которые можно использовать здесь, можно посмотреть в помощи. Экспрессион стринг. Например, можно задействовать арифметические операции, такие как сложение, умножение, или работа с модулем. Различные функции косинусы, синусы, артангенсы, либо квадратный корень, который он использует. Также возможны логические выражения. Выражение и сравнение. Причем, например, выражение им позволяет использовать не только значение тега, но и качество тега. И вот это выражение, которое здесь выделено, оно означает, что если оба тега, первый и второй, имеют хорошее качество, то на выходе будет результат true, то есть единица. Если хоть один из тегов будет плохим качеством, то на выходе будет false, то есть ноль. Также проверили выражение. Для того, чтобы его отобразить именно в той переменной, которую мы создали в симуляторе, делаем еще одну ссылку. Link3. В качестве входа используем advanced-tech maf, потому что результат кладется именно в него. В качестве выхода используем переменную maf, которую мы использовали. Остальное остальное понимаете. Теперь можно, в принципе, посмотреть результат. Как видите, идут вычисления, он спокойно вычисляет. Сюда завели для того, чтобы это было видно именно в одном месте. Так он, значение, вот оно, пишется сюда. Для следующей работы с LinkMaster создадим еще две переменные. Завелим переменную для LinkMaster Link1 с адресом k5 формата word. И еще один новый тег создадим. Link2 с адресом k7, тоже константа, но формата float. Все, мы их создали. Они сейчас нулевые. То есть это тоже можно посмотреть. Они равны нулю, в них ничего не пишется в данный момент времени. После этого запускаем LinkMaster. Спустили LinkMaster. А, тут даже уже создано. Ну, сейчас ее удалим, чтобы она не мешалась. Создаем новый LinkGroup. Название оставим по умолчанию. Создаем новую ссылку. Выбираем, что у нас будет входным. Выбираем входной элемент. SkipServer отмечает сначала так, потому что не было запущено. В качестве входного используем, ну, например, с канала 1. Так. В качестве выходных элементов также используем различные ссылки, те теги, которые мы создали. Link1 и Link2. Не надо создавать для каждого. Если одно переменое надо в несколько, не надо для каждого создавать отдельно. Можно создать их совместно в одном. Этого будет достаточно. После этого, ну, чтобы значения немного отличались, сделаем масштабирование. Значения у нас там меняются от 0 до 59. Остальное оставим по умолчанию. После того, как это создали, обязательно надо сохранить, чтобы вступили в силу обновления. И, соответственно, мы видим, мы принимаем здесь сырые значения. Вот у нас масштабируемые значения. Смотрим, как у нас приходят значения QuickClient. Как видите, одно в формате float, в формате word, соответственно, уже идет значение, уже обрезанное с плавающей запятой, то есть идет сокращение. Если значение больше 0,5, то, естественно, тут 814, тут 813. Ну, как вот было показано. Также в LinkMaster можно, как я уже говорил, настроить резервирование. Для этого существует просто в опции функции Redundancy. Выбираем это основная машина, либо машина резервная, и тип резервирования. Hot, warm, cold, то есть горячее, теплое, холодное резервирование. Когда выбирается primary, просто указывается IP-адрес вторичной машины. Если выбираем, что это вторичная машина, надо указать IP-адрес основной машины, и указать тайм-аут, и при каких условиях это будет переключаться. Дальше. Также, в принципе, работа с Redundancy Master, она тоже довольно проста. Упускаем Redundancy Master. Тут просто выбираем существующий сервер, либо на локальной машине, либо на удаленной. Выбираем на локальной кип-сервере. После этого достаточно указать IP-адрес, либо имя хоста основной машины и резервной, и выбрать тип резервирования. Этого достаточно. Также, чтобы иногда не путаться, что можно, можно сделать псевдоним. Оставим псевдоним по умолчанию, хотя он может быть любым. Как вы видите, сверху пошел демо-период. Два часа. У всех программ, у кип-сервера, у линк-мастера, у Redundancy Master, демо-режим – это полнофункциональный режим, который ограничен только времени, например, работы. Два часа. После того, как два часа прошли, можно оставить режим рантайм и запустить его заново, и можно продолжать дальше работать. Для того, чтобы проверить, что именно кип-сервер и Redundancy Master все работает, то мы спокойно через тот же QuickClient, вот он у нас появился, Redundancy Master, именно с тем именем, которое мы указали. Тоже допустил одну ошибку. Всегда, когда работаем либо с Redundancy Master, либо с... Это надо не забывать сохранять. Иначе он не принимает эти изменения и, соответственно, выходит из этого. Удалим и создадим канал заново. Как видите, он теперь подсвечен, у него есть с ним связь. Создаем группу. Группу можно назвать по-любому группы, например, Red от Redundancy. Выбираем, по какому описи, стандарту, там, DA мы связываемся. После этого можно спокойно выбирать теги. Так как у нас все то же самое, то мы спокойно добавляем сюда теги от этого устройства. все это те же самые теги. Не добавились. Странно. Хотя бы какой-нибудь один тег добавим. Например, математический. Окей. Пожалуйста, вот мы принимаем данные уже от Redundancy Master. В принципе, с этим Redundancy Master мы в том числе, его можно сворачиваем. И еще хотелось показать одну функцию, которая на сайте довольно легко. Резервирование каналов связи. Так как у нас два устройства, это оба контроллера с КДПАК, мы можем, на самом деле, их резервировать по протоколу. Резервируется очень просто. В настройках устройства просто выбирается, где находится вторичное устройство. Выбираем вторичное устройство. И настройка закончена. Так вот и резервируется канал связи. Это сейчас даже покажу, как это работает. Пожалуйста, вот у нас данные с одного и со второго устройства. Это с первого устройства, это со второго устройства приходит. Обрываем связь между ПК и первого устройства. Видите, данные оставились, они сейчас не поступают. Проходит время по таймауту, вот он принимает с него данные. При восстановлении связи данные опять идут с основного устройства. На этом, в принципе, по практике у нас все. Если у кого-то есть какие-то вопросы, то можете их задавать. Ага. Владимир, есть. Конфигурацию можно вручную редактировать не через интерфейс, а в конфигурационном файле. Да, такая возможность есть, причем не только в инфигурационном файле, но и через приложение IP. То есть через веб-страницу тоже можно редактировать. А еще про доступ, потому что мы заговорили через приложение. То есть можно подсоединяться как-то удаленно, да? По протоколу IP. То есть как приложение, то есть там в принципе через веб-браузер, то есть по протоколу IP можно подключаться и редактировать как конфигурацию, так и теги. Добавлять или выбирать. Ну а мы с вами пока прощаемся. До новых встреч. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok